еще раз добрый вечер и сегодня мы окунемся в тематику ораторского искусства и постараемся ответить на вопрос искусство говорить это божий дар или технология вот так вот и слушать видеть что там пишут наши коллеги по вебинару ну а себе меня зовут елена шульга бизнес-тренер сертифицированный коуч и последние 10 лет специализируюсь на управлении на развитии руководителей и много времени посвятила на изучение внедрение различных технологий управления как управление персоналом так и управление самим собой своими эмоциями в различных или переговорах конфликтах и конечно выступлениях на самом деле на сцене я уже больше 30 лет началось все с музыкальной школы затем все продолжилось и поскольку я бизнес-тренер и руководитель поэтому сцена у меня постоянно присутствует и так о чем я хотела бы сегодня поговорить как избавиться от страха выступления каковы инструменты борьбы со страхом публичных уступлений структуру успешной коммуникации это то что сегодня проговорим способ привлечения внимания увлечения аудитории и так откуда берется страх что с ним делать строение мозга и думаю картинку вы это все видели да то есть у нас мозг имеет так называемый трехслойность определенная это мозг рептилий которым 100 миллионов лет это мозг эмоциональный и мозг визуальный причем рептильному 100 миллионов лет эмоциональному 50 миллионов лет и визуальному порядка трех миллионов лет и они друг с друг другом периодически можно сказать ругаются потому что мозг рептилий отвечает за инстинктом сохранения либо бить либо бежать либо бить эмоциональный мозг отвечает за нашу эмоцию за считывание эмоций других людей и визуальный мозг отвечает за наш наше продвижение за наше за нашу эволюцию потому что именно потому что у нас есть визуальный мозг эти мы отличаемся от животного мира мы можем придумать то чего даже ни разу не видели то есть совершенно спокойно мы можем сейчас представить что мы находимся на например на космическом корабле просто представьте вы видите нашу землю в иллюминаторе можете представить можете а вы там были не были именно поэтому от того что мы будем представлять в аудитории доброту или наоборот негативное отношение к нам от этого будет зависеть успех нашего выступления и что об этом говорит статистика дело в том что определенный уровень страха перед выступлением присутствует у 95 процентов населения и то что вы должны понимать что только 5 процентов людей у которых нет этого страха все остальные это практическое большинство так или иначе боятся сцены боятся выступлений на аудитории и по данным исследований страх публичных выступлений стоит либо на первом месте либо на втором да вот сша публичное выступление стоит на первом месте и а на втором боязнь умереть а великобритании на первом месте стоит боязнь пауков а затем те же самые публичные выступления и симптомы страхи страха таковы это увеличение напряжения мышц как только вы чувствуете что у вас стиснуты зубы это однозначно означает что у вас есть некий страх некий стресс это изменение жестикуляции мимики изменение тембра и тона голоса какие-то проявления вегетативные то есть чрезмерное потоотделение ученое сердцевиение скачки артериального давления а также головная боль сухость во рту то есть если вам выходить на аудиторию и вам реально сильно хочется пить это означает что все таки страх присутствует хотим мы этого или не хотим начинает дрожать голос порой страх настолько велик что мы даже утрачиваем способность говорить есть уже в такой сильнейшем страхе это непроизвольное мочи спускания может даже до этого дайте так что же делать с этим страхом как его убрать убрать мы можем несколькими способами в первую очередь избавляемся от неизвестных то есть мы должны проанализировать всю публику сколько людей каковы каков статус этих людей возраст какие интересы аудитории и нужно очень четко поставить себе цель что ожидает от вашего выступления это аудитория то есть какую ответную реакцию вы ожидаете получить на самом деле именно этот пункт даст вам минимизирует страх тот который есть потому что фактор неизвестности исчезает вы знаете аудиторию у вас полностью есть список сколько человек кто они руководители и руководители соответственно какова компетенция если можем мы конечно заранее это узнать да и соответственно уже не так страшно второй этап это украшаем чудовище чудовище это которая живет у нас внутри я коллегам здесь рассказывала что обычно у нас на одном плече такой ангел и говорит я в тебя верю справишься где обязательно получится выступать и ты ту энергию которую ты несешь она позитивно а на втором плече сидит некое страшилище какое-то чудовище которое говорит нет твое тщедушное тельце совершенно никак с этим не справиться ты не умеешь на тебя засмеют и так далее тому подобное и поскольку у нас визуальный мозг легко может представить все что мы о чем мы думаем то есть если мы думаем о позитиве что мы получаем позитив а если мы думаем о негативе мы получаем тот же негатив поэтому украшать украшение чудовище это у нас в голове это такая метафора можно сказать не допускаем провала выступления а мы можем не допустить провала выступления если будем тщательно готовиться то есть мы там предстоит доклад то нам нужно проанализировать разные точки зрения нам нужно найти эту информацию и подготовиться создать уникальный текст мы на тренинге обязательно этим будем заниматься и у кого будет запрос очень четкий мне нужно выступать там-то там-то то мы обязательно это проработаем нужно подбирать виски аргументы составить этот план выступления и возможно заучить даже некоторые фразы которые у вас могут быть там где нужно говорить и и нет возможности говорить по бумажке лучше вообще по бумажке конечно говорить что еще мы призна должны признать возможность на ошибку и как только мы осознаем что любой человек может ошибаться не только мы но и может ошибаться тот человек в аудитории который нам дает обратную связь что любое мнение любого человека нести на последней инстанции из права на ошибку как у себя не ошибается только тот кто не работает и тот человек или те люди которые нам дают обратную связь они тоже могут ошибаться что еще мы фиксируемся на позитиве тоже очень важный момент я коллегам рассказывала здесь сейчас вам тоже обязательно расскажу попробуйте сейчас взять ручку или карандаш и зажать зубах получилось да и вот когда вы зажимаете в зубах ручку или карандаш то соответственно у вас растягивается рот в улыбке в определенной и так привыкают ваши мысли к тому же они еще и отдыхают потому что наше нахмуренное лицо на самом деле очень сильно напряжено то есть когда мы улыбаемся большинство мышц в этот момент отдыхает как ни странно поэтому эта технология с зажиманием зубах ручки или карандаша она очень рабочая если вы перед выступлением возьмете зажмете карандаш или ручку зубах и будете проговаривать текст который вам нужно проговорить я вас уверяю гораздо проще будет общаться с людьми да кто-то у меня здесь пробует даже коллеги вы попробовали инструмент я же вас не вижу да и конечно если мы будем фокусироваться на позитиве вот как на этой замечательной фотографии от улыбки станет всем светлее соответственно нам проще будет выступать перед аудиторией и какие ступени необходимо включить презентацию чтобы она убеждала в первую очередь подготовки уникальное предложение конкурентными на преимущество именно ваше предложение вашей точки зрения чем она отличается от других например уже какой-то оратор высказывался у него есть своя точка зрения вы выходите следом и соответственно презентуете свою точку зрения то есть в чем конкретное конкурентное преимущество именно вашего предложения второе это факты почему стоит вашем предложении доверять в первую очередь вам все вы должны понимать почему вам что такого замечательного вы сделали уже в прошлой жизни то есть это ваш какой-то опыт здесь нужно опереться на какой-то опыт к примеру у вас были уже позитивные например те же сделки да если это какая-то презентация продукта или если вы презентуете себя то у вас тоже есть какое-то прошлое окунитесь в это позитивное прошлое просто расскажите человеку что пять лет назад мы работали по этой технологии результаты такие-то такие-то да то есть особенно если есть факты которые неоспоримы что еще нам нужно проговорить какие проблемы у слушателей решает ваше предложение неважно какой точка зрения услуга товар защищаете ли вы бюджет то есть какие проблемы учредителей вы решите посредством этого принятия этого бюджета то есть не имеет значения о чем вы говорите про сделку про бюджет про доказывание кипя и например своим сотрудникам совершенно не имеет никакого значения то есть вы продумайте что именно вы решите удачные трансляторы свойств выгоды то есть свойства вот это выгода вот такая да а равно бы то есть вы должны вот такие формулы в мозгах у людей которым вы это доносите них и должно быть четко еще лучше это прописывать то есть либо флипчарт либо это powerpoint соответственно вот такими слайдами тоже это демонстрировать удачные метафоры да вы знаете желательно подготовить все потому что мы никогда не знаем ну то есть вот в идеале то что я вам сейчас даю это гарантирует вам удачное выступление если вы все пункты подготовили возможно некоторые пункты у вас просто не будут спрашивать да но по крайней мере вы к этому будете готовы удачные метафоры это вообще отдельная песня отдельная сказка действительно если вы будете включать в свою речь метафоры какие-то народные высказывания какие-то истории это всегда очень позитивные запоминающие объективные недостатки то есть вот тут к шестой вы должны понимать что в любом предложении есть какие-то недостатки так не бывает чтобы совсем все в плюсе было если вы заранее подготовитесь сами для себя как вы отработаете эти возражения и сомнения тех слушателей которые вас слушают да по поводу этих недостатков то совершенно спокойно пройдете этот шаг совершенно не обязательно об этом говорить что вот в моем предложении есть не только плюсы но и минусы да мы не будем фокусировать на этом наши слушатели если спросят а мы готовы тогда мы это будем транслировать если не спрашивают то и не нужно и в тренинге ораторское искусство мы потратим небольшое время на то чтобы вы научились по каждому из этих пунктов готовится и у меня просьба придите с на тренинг именно с запросом к чему вы будете готовиться то есть чтобы вышли по итогам тренинга действительно вышли совершенно спокойно могли произнести ту речь которую вам необходимо произнести и так какова структура убеждающего выступления что важно так первый шаг нужно привлечь внимание вы зашли например перед вами был оратор который что-то нудным голосом что-то там рассказывал причем на протяжении двух с половиной часов и ваша уже аудитория просто спит вам к себе нужно привлечь внимание или даже если не было перед вами какого-то оратор в любом случае прежде чем вас услышали вы должны привлечь внимание второй шаг обрисовать те проблемы которые вы решаете то есть что вы хотите донести рассказать о последствиях этих проблем если их не решать то есть если я например как бизнес тренер сначала привлекла внимание у меня слушатели огромное спасибо целый час даже ждали это внимание приходилось удерживать просто на слайд и даже без голоса а какие проблемы да то есть мы проговорили сначала про страх какие проблемы и к чему это приводит и соответственно вот он третий шаг проговорили о проблеме затем приводит тому что мы не можем говорить как оратор дальше предлагаем свое решение что я сейчас делаю я предлагаю свое решение то есть если вы этому начнете обучаться это явно не дар божий пять процентов населения только имеет дар божий говорить красиво говорить все остальное просто учиться просто навыки приобретаются и даже не важно сколько книг вы почитали прочитали по этой теме важно чтобы у вас была обратная связь потому что в тренинге в нашем мы обязательно используем видеокамеру и буквально с первых секунд как только вы зайдете камера будет уже включена поэтому надевайте все красивые платья смокинги и так далее чтобы вам приятно было видеть себя на камере у вас будет обратная связи от меня и от коллег самое главное вы сами на себя посмотрите потому что очень-очень редко когда мы включаем камеру и сами тренируемся пятый шаг это доказать что вы можете решить проблему то есть привести факты из своего прошлого опыта вызывающий доверие к вам да с точки зрения моего опыта я говорил что 30 лет на сцене и телевидение интервью я к этому привыкла для меня камера находящийся в аудитории с двух с трех сторон еще где-то она уже настолько привычно что я их не замечаю единственное что я понимаю что нужно контролировать себя находиться поле зрения камеры если там нет человека который будет ее поворачивать за мной это опять же просто навыки шестой шаг ответить на возможные вопросы возражения слушателей я дам технологию как работает со сложными слушателями когда есть такое понятие всезнайки или наоборот такие тихони однако те кто рядом сидят в кресле они могут настроить настраивать например против вас что с ними делать в момент того выступления которое вы говорите седьмой шаг это подтолкнуть их к необходимым шагам то есть должен быть обязательно какой-то вывод что человек должен сделать для того чтобы решить эти проблемы то есть мы должны четко помнить особенно помнится у нас что начало и окончание вот обычно помнится такие крайности и каковы способы привлечения внимания и внимания и вовлечения аудитории хочу рассказать вам такую историю хаджа на среде продавал ишака и подошел покупатель и спрашивает а ишак послушный конечно очень послушный не успеешь слово сказать он уже идет в ту сторону куда тебе нужно заверил хаджа покупатель купил ишака но через день пришел жаловаться ишак вообще ничего не слышит никуда не идет хаджа на среде схватил огромную палку и ударился всего размаха ишака по лбу покупатель ты же говорил что он послушный сам идет куда нужно возмущаясь да конечно ишак ты послушный но сначала нужно привлечь его внимание так вот внимание обязательно тем более если большая аудитория тем более если вы выступаете после человека который не обладал ораторским мастерством обязательно привлечь внимание иначе вас не услышит какую историю вы не рассказывали как бы это не замечательно было обязательно привлечь внимание конечно мы не можем слушателей или совет директоров палкой по лбу да это отжиматься да да каковы существуют способы ну во первых еще пару слов о том почему необходимо привлекать внимание увлекается людей всевозможными способами если обычный человек может думать со скоростью 800 слов в минуту то обычный выступающий могут может говорить со скоростью 120 слов в минуту поэтому должны заинтересовать наших слушателей чем-то оставшихся вот эти 680 слов в минуту чем мы можем заинтересовать если мы их не заинтересовываем то мозг буквально через 10 минут приходит в режим автостопа если бы не стимулировать все он останавливается ничего не видит ничего не слышит поэтому нам нужно разнообразить наши информационные средства и сообщать многоканальные сообщения то есть и на слух и на и визуально и музыкально везде то есть если сообщение передано например один раз то через год мозг будет помнить только 10 процентов информации а если сведения представить не те же сведения 6 раз мы повторяем то этот объем полученной информации представляете что тогда запоминает 90 процентов есть разница так когда 10 процентов или 90 поэтому мы должны повторять резюмировать и делать обзоры и так с чего как можем привлечь внимание мы можем привлечь внимание какой-то истории да вот я вам сейчас прохожу на середину рассказала привлекла внимание что мы можем еще делать привести какую-то статистику интересные факты желательно приводить статистику опять же покажу прям на практике в тренинге как интересно приводить статистику даже если она у вас какой-то форме там excel как сделать так чтобы люди смотрели на эти цифры и им это было действительно интересно третий как мы можем еще одним методом привлечь внимание это последние новости вот как пример в зависимости там от тематики вот один из моих слушателей недавно готовился к выступлению нужно было какое-то имя это был не чтобы дали имя какого-то известного профессора в прошлом как это мотивировалось то есть начали с новостей привлекли внимание вы знаете буквально вчера смотрел телевизор и закончилась компания по приему наших детей вузы как вы думаете какие профессии опять были самые популярные да к сожалению не инженер опять юристы экономисты вот поэтому опять юристы экономисты хотя нам нужны инженерные должности вот и спасибо я уже практически плачу здесь хорошо что никто не видит кроме своих итак чем мы еще можем привлечь внимание каким-то риторическим вопросом то есть вообще просто начать с того что как вы думаете а сколько за год простой человек сколько раз он включает телевизор привлекла я вас ну никто не знает ответ на самом деле я тоже не знаю но я привлекла внимание ни разу да вот кто то ни разу а в среднем то есть мы можем какой то такой вопрос задать который конечно должен быть по тематике мы можем задать вопрос конкретному участнику то есть начать работать с аудиторией опять же нужно выбрать участника такого который к вам дружелюбен и который как минимум внимательно слушать то есть он проявляет активное слушание а не сидит с соседом болтает или там шарики играть в телефоне столкновение мнений это тоже такой важный момент можно проговорить что знаете проблематика такая то есть два мнения которые я слышу вот такое и такое можно задать в зал даже дополнительный вопрос сказать а может быть еще третье мнение какое то есть то есть поиграть на вопросах даже если огромная аудитория то можно попросить поднять руки например да то есть по активничать упоминание проблем участников то есть четко понимаете зайти сказать скажите пожалуйста мне сказали что вы очень хотите получить от меня информацию по проблеме такой то такой то это так поднимите руки кто это кто считает что это так что вы действительно от меня ждете привели привлекли внимание так привлекли однозначно мы еще и попросили руки поднять соответственно люди начинают уже и невербалик на для нас это показывать хочу показать сейчас один из способов я ни в коем случае не настаиваю что именно так вы привлекали внимание это отрывок из фильма и вариант как можно это сделать так главное чтобы это запустилось где нет это следующий слайд это следующий слайд да вот я наверное не покажу вам видео к сожалению жалко ну что уж ладно печалька хотел показать ну кто придет на тренинг покажу там у меня там у меня уже быть техника несколько да какой вот это да история статистика интересные факты последние новости риторический вопрос конкретному участнику вопрос столкновение мнения упоминание проблем участников ну ладно расскажу просто про фильм то есть выходит оратор встает за кафедру и начинает бросать в зал книги известных различных ученых и известных писателей ну практически не в голову конечно да просто в зал да просто в зал бросает и соответственно все притихли и затем он начал уже потом свою речь ну вот так вот экстравагантно что еще какие есть способы привлечения внимание вовлечения аудитории ну в первую очередь включить звукозапись или показать какой-то видеофильм так это видеоклип самом начале совершенно спокойно можно это сделать либо после перерыва когда слушатель опять только приходят все расслаблены пытаются там между собой поговорить включите интересный клип там что что-то яркое да так что привлекли внимание помните что у кого маленькие дети есть заметили как они реагируют на рекламу они ничего другое не смотрят они смотрят рекламу потому что яркая научились наши рекламщики очень хорошо привлекать внимание взрослые это те же практически дети только которые выросли поэтому привлекайте внимание теми же способами прекрасно это работает попросить участников закрыть глаза представить себе некую ситуацию это работа визуального мозга и соответственно человек мыслит логически когда мыслит картинками это всегда приятнее и вам как оратору казалось бы в чем здесь ораторское искусство а вы попробуйте говорить другим голосом вот заметьте я изменила интонацию голос волшебника а представьте себя королем королевами королями да и вы седаете на троне все вас слушаются на их прекрасных одеждах прекрасном настроении с коронами на головах до практически медитация это позволяет привлечь внимание именно к вам к вашему голосу конечно нужно обязательно владеть этим голосом на той интонации на которой нужно в тренинге мы будем тренироваться определенными упражнениями что делать со своим голосом чтобы он был ниже выше медленнее или быстрее вот как выстроить свою речь таким образом чтобы действительно и было интересно слушать очень многие ораторы занимаются только вербаликой давайте я просто вот неправильно нужно составить эту речь и говорить именно вот так это все скучно и потом никто ничего не помнит потому что это все на одной интонации идет ну вспомните когда были такие нудные лекции где-нибудь в университете были наверняка такие были да ну спят обычно да естественно попросить участников поаплодировать себе или тем кто выступил то есть некоторые из ораторов когда сильно сильно волнуются выходят и стоят просто из-за того что страшно и обычно хоть кто-то раз молчит что делает обычно если это большой зал начинает аплодировать ну вдруг понятно что на совете директоров никто вам аплодировать не будет да нужно четко понимать а что у вас за аудитория но так или иначе если кто-то поаплодировал то есть размяли ладошки размяли мышцы гораздо проще уже разговаривать с этими людьми довести демонстр провести демонстрацию с участием добровольцев то есть если это какой-то эксперимент вы можете это сделать с другими людьми позвать из зала заметьте как владеют аудитория например наши же артисты певцы вы думаете когда они выставляют микрофон в зал это им так нравится как поет вся эта толпа они просто слова забыли да они многие признаются что самые известные песни которые они не там миллиард раз пели они настолько их уже не любят что они забывают слова то есть мозг отказывается их уже петь и как только они забывают слова они микрофон в зал и все поют а потом еще что делают находят маленькую девочку в зале да зовут ее на сцену и вместе с этой девочкой да и вот эта толпа людей которые заплатила за билет энное количество тысяч рублей слушают девочку и причем все же в эйфории заметьте ни у кого же я вам сейчас вот говорю начинаете об этом задумываться по большей части мы даже не задумываемся об этом как миленько как хорошо он девочку позвал замечательно да вот вот какой он молодец он привлекал внимание потому что ну возможно кто-то уже наизусть знает эти песни пришел только ради одной а все остальное мне интересно что еще можем сделать мы можем угостить участников чем-то но если есть такая возможность привлечь внимание какими-то конфетками или там еще что-то какие-то ягоды но если это небольшой коллектив конечно нет молчими ягодами не нужно что мы можем попросить участников решить какую-то небольшую задачку или ребус то есть это должно быть чуть-чуть для того чтобы люди обратили на вас внимание о какая-то задача ой а что это какая-то буква сколько букв в этом слове да вот как вы думаете про что сегодня я буду говорить и закрыли например на слайде открыли первую букву и последнюю и много-много квадратиков закрыто а почему не начать так а начните креативить то есть как только вы включаете азарт как только вы включаете свое искреннее желание донести ту информацию которую вы хотите донести и и о чудо оказывается мы умеем говорить и о чудо мы умеем говорить не просто чтобы нас услышали а чтобы реально не хотели уходить да и мужа говорит все до свидания шторки закрыли а они все равно стоят с цветами тебя встречают там где-то как вам такой вариант около сцены прекрасно ну что ж я уверена что это все можно сделать при желании итак у меня такое задание к вам сейчас попробуйте прочитать вот эту скороговорку да получилось а еще быстрее да а еще спасибо а еще вы можете то же самое и зажать в зубах ручку или карандаш и как только вы будете если заниматься хотя бы 15 минут в день это кажется что ой это быстро как только начинаешь заниматься любой скороговорки усложнять еще и ручкой то на самом деле буквально за эти обычные чудеса происходит после таких занятий дед уже на третий день быстро достаточно ну конечно я буду давать очень кому то попроще кому то посложнее в зависимости от уровня на тренинги ораторское искусство такие задания чтобы мы прям все тренировались 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 для того чтобы мы вышли и смогли уже вести какую-то речь особенно если у вас будет подготовлен уже текст а мы постараемся за время тренинга все-таки подготовить тот текст который будете говорить четко ясно и выговаривать те слова ну или если они совсем не выговариваются в конце концов куча синонимов у нас русский язык очень богат и можно как-то их по-другому назвать тем более что эти все упражнения не хороши для того чтобы просто улучшать дикцию а вот с точки зрения понимания если мы вот такой вот текст людям начнем говорить даже если у нас очень четко некоторые люди не поймут поэтому конечно нужно разговаривать на том языке на котором слушатели могут понимать как я хочу это видео вам показать но почему она не показывается я не пойму да вы знаете ну можете посмотреть это не про шарманку знаете есть реклама русское радио проигрывала 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 да и я это даже сама выговорить да и проигрывала вот на самом деле было потешно это есть на ютюбе там все наши артисты как они вот в этот момент то есть это за кадром то что не вошло в рекламу конечно как они учили то есть это те люди которые привыкли они занимаются дикции постоянно это к вопросу о том что они все идеалы и для того чтобы вам поднять самооценку ну залезьте в ютюб посмотрите как даже известные люди тренируются прежде чем мы уже видим итог какой то да а то же мы сравниваем себя вон как он выступает и мы не видим то что за кулисами происходит а прежде чем так выступать этот человек несколько суток эту речь и с зубами и без зубов и с мечом и с чем только не говорил мы то видим уже итог поэтому однозначно хочу сказать что это не божий дар все тренируется и так все то что ораторское искусство то выступление но не все что выступление то ораторское искусство конечно лекция педагога или речь политического кандидата презентация нового продукта все это речи не обязательно искусство но однако они могут быть возведены в этот статус если публичное выступление можно сравнить с быстрым питанием то искусство оратора это высокая кухня не в том смысле что оно блюдо для гурманов а в том смысле что профессионализм необходимый для его приготовления требует гораздо более высокого уровня нежели чем для обычного публичного выступления и это блюдо готовится со страстью творческой и должно быть мастерски оформлено и все это для того чтобы получить на выходе превосходный вкус как вам красиво да красиво и великий миф о мастерстве публичного выступления это то что талант в этой области является неотъемлемым оброжденным и не может быть наработан коллеги это миф это правда не будьте человеком который трясется и дрожится от мысли публичного выступления будьте человеком который приветствует нет наслаждается возможности вдохновлять людей силой своего слова вот вы только представьте что вы можете сделать массы повести за собой да и вы реально это можете вот ничего страшного нет правда честно там нет никого там нет никаких грэмлинов на этой сцене совершенно никого нет это разбавшивавшийся мозг нас вспомнил какие-то фильмы ужасов и чего-то там вспомнил это было кино однозначно не про это поэтому вы должны сделать следующую вещь если хотите владеть ремеслом практиковаться практиковаться и практиковаться поэтому я вас приглашаю на тренинг ораторское искусство и какие будут фишки в программе ну во первых он будет динамичной форме поскольку это тренинг будет уделяться особое внимание упражнениям на отработку ораторского мастерства и как я уже говорила все будет с видеокамеры вы сможете посмотреть получить обратную связь будем работать как работать с голосом как работать интонации как избавляться от слух паразитов у кого такие есть да может быть и нет никого дихлофос с собой возьму однозначно паразитов не будет все получат конкретные приемы и методы когда вы можете представлять эффект на себя или коллегу или еще до какую-то услугу и однозначно мастерство владения голосом аудитории по сути это четыре вечера да сейчас скажу с какого дня это начнется что будет содержание выступлений я вас научу как любое выступление выстроить таким образом самостоятельно уже потом без меня такую базовую вещь для того чтобы вы могли это выстраивать соответственно как решать проблемы тех слушателей какие преимущества вы можете дать структура выступления есть такое понятие когда но это секретной технологии крещендо и так далее тоже будем все это делать как каковы инструменты вы можете сами опять же это сделать во время тренинга как начать качественно свою речь как ярко закончить слова паразита уже тоже сказала как работать с голосом интонациями невербальную информацию тоже будем смотреть на мимику на жесты конкретно каждого слушателя на то есть очень важно чтобы это получили то есть какие жесты и позы уместны или когда не уместно может быть стоит за кафедру схватиться двумя руками ногами чтобы вас не оттащили оттуда да потому что сильно страшно и все подкашивается каких-то моментах может быть так и нужно сделать и приема усиления эффекта выступления тоже делаем обязательно там будет психологическое влияние ваша презентация как вы можете психологически влиять только на себя до себя держать в определенном ресурсном состоянии но и увлекать за собой слушателей чтобы именно за вашими словами пошли люди и трудные ситуации выступления все типы разберем от тренируем обязательно все будет достаточно большое количество ролевых игр и обязательно мы это сделаем так ближайшие даты когда я вас жду это 2 сентября по 9 сентября будет занятие понедельник среда четверг с 18.30 до 21.30 на комплексе бауманско-красносельский телефон вы видите вы можете записаться на этот тренинг и наилучший оратор хочу закончить статы наилучший оратор тот который своим словом и научает слушателей и доставляет удовольствие и производит на них сильное впечатление величайшее достижение оратора не только сказать то что нужно но и не сказать того что не нужно итак коллеги какие есть ко мне вопросы до презентации себя однозначно все то же самое причем мы начинаем наш тренинг как раз учимся презентации себя потому что если помните даже тему которую сегодня я вам дала то важно вызвать доверие почему должны вам доверять это понадобится в том числе например когда вы ищете работу на собеседование на собеседование в том числе то есть как выстроить речь свою быть готовым презентовать себя так чтобы вам сказали мы вас берем за те деньги которые вы хотите и не торговались потому что это тоже презентация это тоже определенное искусство говорить так чтобы тебе поверили говорить так конечно постараюсь научить вас обманывать по крайней мере определенные психологические штучки конечно я дам есть еще вопросы коллеги нет они только вечером до пока вечером в расписании он ближайшие в сентябре поэтому я рада буду вас видеть потому что от занимаемся да ну вы можете знаете как сделать если вы хотите только выходной пока нет расписанию выходной подойдите все равно к менеджеру скажите что вы хотите попасть на такой курс только выходной нас есть такое понятие как голубая группа когда это набирается в руку соответственно когда ее стоит trainee если вы не подойдёте не скажете этот курс может быть только по вечерам, да, то есть если вы заявляете, у меня много таких курсов, когда мы действительно подслушателей делали, и я буду рада вас видеть и в выходные, да. Еще есть вопросы? Да, спасибо вам большое, особенно обращаюсь к слушателям, которые у нас были на вебинаре, вы действительно настолько привержены, еще раз тысячу извинений за технические моменты, и то, что вы были с нами, и спасибо вам за это. Да, и в общем и целом, если нет вопросов, то я завершаю наш вебинар, наш семинар, до новых встреч в эфире, без эфира. Вам спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok